Да, и каждый раз думаешь, кто будет... Ну, на самом деле, у нас график есть, у нас все по плану, да. Но каждый раз, да, те, кто приходит, думают, кто же будет сегодня проповедовать. Но я не вижу проповедующего. Да. Да, да, да. Ну что, давайте поприветствуем. Сегодня у нас Илья Чащин. Жвачка не мешает? Мешает, я не успел. Отлично. Да, хорошо. Так, а можно... Включен, включен. Да, тема проповеди, сила сказанного слова. Темата на днешната проповеди, силата на казаното слово. Да, как вы поняли, будем говорить о словах, о языке. Что говорим за думите, за языка. Да, в общем, в принципе, тема не новая. Темата не е нова. Да, но где-то месяц назад мне Бог как-то открыл эту тему, вложил какие-то новые мысли. Преди един месяц Бог мне открыл тази тема, вложил нови мысли в моето срце. Даже, возможно, не новая, а просто он мне дал задуматься об этой теме. Может быть, даже мысли не новые, но то мне дал возможность да все замисля за тази тема. И, скорее всего, он просто мне напомнил, что надо следить за словами, за языком. И, наверное, то мне напомнил, что надо следить за словами, за языком. И, так, на вскидку, в Библии, в Слове Божьем, около 1200 раз и более упоминается в контексте слова, именно значение слова. Библия-то некогда около 1200 пыти вспоминала думата слову. И о том, что оно имеет силу. И че то има силу. Да, зачем нам вообще слова? За что сами нужны думите? Ну, чтобы коммуницировать, в первую очередь. За да можем да комуницираме помежду си. Между собой, между Богом, то есть посредством молитвы. Същото да комуницираме с Бог, чрез молитвата. Сегодня мы начали с прославления, мы очень много слов наговорили. Не спочнахме от хвалението, много думи сме казали вече. Да, надеюсь от всего сердца. Надявам се от своето цялото сердце. Мы, когда радуемся, как правило, говорим слова. Ние, когато се радваме, казваме думи. Ну и когда огорчаемся. Когато сме тържни. Когда мы гневимся. Когато се ядосваме. Когда нас кто-то или что-то раздражает. Когато някой не дразни. Мы также употребляем много слов. Не, срочно казваме много думи. Пожалуй, не проходит ни одного дня, чтобы мы не сказали ни одного слова. И сигурно няма таков ден, когато да не кажем нищо. Даже, я думаю, вы тоже за собой замечали. Сигурно сте забелязвали и в себе си. Бывает, тут целый день ты один находишься. Ну или там несколько часов, продолжительное время. Цял день се намираш сам или някакого часа се намираш сам. И в какой-то момент ты начинаешь разговаривать сам с собой. Някакъв момент започваш да говоришь с себе си. Я думаю, что это не случайно. Мисля, что это не случайно. Потому что в наших словах. За что-то в нашите думи. Вложена большая сила. Вложена голяма сила. Я начну с самого начала, с бытия первой главы, с первого стиха. Ты започнал от самого начала бытия первой главы, първи стих. Некоторое время назад СНР проповедовал и говорил о сотворении мира. Я сейчас немножко заострю внимание. И преди време СНР проповедовал за сотворяването на света. И сега малко ще акцентирам на някой моменте. Да, мы быстренько пробежимся. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездною. И Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. Дальше пропустим. И шестостих. И сказал Бог, да будет твердь. И так далее. И одиннадцатый стих. И сказал Бог, 14-й. И сказал Бог, да будет светило, да будет земля. Сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся. В общем, Бог говорил. Бог и говорил. Слова – это Божий метод творить. Думайте, твой Божий метод застворяванный. Высвобождать силу. Да, 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 да. Пускай сила-то, да, да, освобождавашь силу-то. Слово, сказанное из уст Бога, это как можно сравнить с выстрелом из оружия или какого-то орудия. Думать, оказанное от Бога, можем да я сравним с истрелом от орудия. В этом снаряде или там патроне он состоит из многих частей. Тоже снаряд состоит в многих частях. В нем сокрыта эта энергия, то есть эта задумка Бога. В то же снаряд им скрыта энергия. Весь план, функционал, то, как что-то будет функционировать или существовать. Все, что Бог придумал, он сконцентрировал в этой силе и бум, и сказал Бог, и точно в цель. То есть все уже там спланировано, осталось только выстрелить, сказать. Всичко планировано, само требовало направить истрел и докажи. И уже там все учтено, и ветер, и погода, и все. И Слово Божие, оно точно летит в цель. Там вече всичко има, и вятър, и времето в Божието Слово, то лети в целта. И вот в продължение, можно да, опять те же стихи включить. 24 стих, Бития, первая глава, да. Първа глава, 24 стих. И вот что самое интересное, в 24 и 26 стихе написано, «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее». А, нет, извиняюсь, 26 и 27. 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, и присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Да, то есть, опять же, Бог сказал и сотворил человека по своему образу и по своему подобию. Бог е казал и сотворил человеку по своему образу и подобию. То есть мы — это копия Бога. Не смея копия на Бог. Да, то есть мы оригинал на этой земле, естественно. На тази земля смея оригинал. Но в целом мы копия нашего Создателя. И как вы думаете, случайно ли Бог вот так в точности описывает вообще все события сотворения этой земли? Дали мыслите, че случайно Бог описывает в точности события на сотворение на земля? Бог мог просто написать там «Я сотворил землю». Бог би могил да напише «Аз сотворих земята». Всичко, което я изплывал. И человека я сделал. И направих човек. Но Он показва именно сам процес и как это было сделано. Той показва самия процеса как е било направено. Что было сказано слово. Че Бог е казал думата. И оно существилось. И всичко се осъществило. И мы можем сделать вывод, что так как мы созданы по образу и подобию Бога. Можем да направим избавод. Като сме создадани по образу и подобие на Бог. Как мы будем творить мир вокруг нас. Как ние ще сотворяваме света около себе си. Я вам скажу, что наши слова, твои слова. Ще ви кажа, че моите думи и твоите думи. Они влияют на твою жизнь. Те влияют върху твой живот. В них тоже скрыта очень мощная сила. В тях е скрыта мощна сила. Которая влияет. Те слова, которые ты говоришь, они влияют на тебя, на твое окружение, на твою семью, на твоих детей. Думите, които казваш, те влияют върху теб, върху твоето обкражение, твоето семейство, твоето деца. Читая Библию, я нахожу очень интересные факты, что люди, которые жили давно до нас. Читаяки Библията, намеря много интересные факты за хората, които са оживели удавна. Да, когда съм рассказал прочитать книгу «Бытие», я вот так листал и наткнулся на «Бытие» в 27 главу. Когато съм с унер и казал да прочитаем пак книгата «Бытие», аз стигнах до 27 глава и там намерих интересное нещо. Да, там интересна история. Я думаю, сейчас мы читать целиком не будем. Няма да я читаем цяла. Но можете перечитать дома. Реально, очень интересно. Можете вкъщи да я прочитете. В контексте того, что наши слова имеют силу, это очень интересные события описаны там. В контекста на това, че наши думи имат сила, има много интересни события описаны в 27 глава. Да, там история Исаака, Якова и Исава. Това история на Исак, Иаков и его брат Исав. Там описывается ситуация, когда люди настолько трепетно относились к словам и к благословениям. Да, от своего отца, что вкратце расскажу. У Исаака было два сына, Исаак и Иаков. Исаак был старшим. Соответственно, по тем традициям он должен был получить все благословение от отца. Ну, не все, но в первую очередь. По нези традиции он должен был получить повече благословение от отца. По первородству. Перед этими событиями был маленький нюансик один. Преди тези события има един нюанс. Когда Исаак был очень голоден. И просто за хлебочку он продал свое первородство своему младшему брату. И просто за една супа той продал своето первородство. Иаков, я думаю, довольно серьезно отнесся к этому событию. Мислят, что Иаков серьезно отнесся к этому событию. Да. По всей видимости, Исаак как-то не сильно так он опечалился, огорчился, что теперь он не первородный сын. Или, возможно, он не всерьез воспринял этот акт, который произошел. И в то же время, по всей видимости, Исаак не был в курсе, их отец не был в курсе того, что теперь первородство продано. И в същото время Исаак не был наясен, что первородство было продано. И в один момент он призывает Исава, старшего сына, и говорит ему, мне скоро умирать, давай-ка я тебя благословлю, но перед этим принеси мне мое любимое кушание. И когато Исаак вече трябвало да почива, той вече усеща, че ще умре, и той искаше да богослови своя поголемия син, и искаше той да му даде любимата му храна. Да. Но их мама все подслушала. И сказала своему любимому Якову. Сейчас мы сделаем схему одну. Иди свари самое вкусное кушание, возьми самых лучших животных, и сделай еду, которая нравится вашему отцу Исааку. И пойдем за благословением. И после, что уйдем, да получим благословение. Ну, так как два брата, они были очень разные. Два моего брата спели много различных. И Аяков его, знаете, как переводится имя Яков? Знаете ли, как сопровождает имя Яков? Правильно, обманщик. Имя Яков сопровождает как лыжец. Так что с самого начала там уже все было спланировано. От начала вече всичко было планировано. Да. И Аяков говорит, слушай, мама, у моего брата у все там в общем шерсти. Он волосатый парень, такой брутальный. И Яков казва, на майкаси, мой брат има много космий. Да, я такой лысоватенький немного. Убача, я вам толкова космий. Че будем делать? Каков ж ты правим? Ровека ему говорит, так, давай, сейчас мы шкуру примотаем. Никто ничего не поймет. Чете, сложим кожу-то на животнице с космий. И никуда не мы что-то не надо разберем. И Яков уже весь обмотанный в шкуру. Яков убил его с эстези космий. С едой. Со страната. Идет к своему отцу. Утила при баштасе. Отец уже его протупил из зрения, он нехорошо видел. И баштаем вече не видал толкового добре. Ну, он услышал, что голос-то Якова. То, че, учи, гласая на Яков. И он говорит, подойди-ка сюда, я тебя потрогаю. А там уже все подготовлено. А там вече всичкою подготовлено. И, в общем, купился Исаак на эту схему. И благословил всеми благословениями, которые были предназначены старшему сыну Исаву. И с всички, той благословил по-малкия си син, които са били предназначения за по-големия син. Он благословил Якова. Той благословил Яков. И там очень мощное благословение. Даже я, наверное, сейчас найду и прочитаю. Да, то есть это «Бытие». «Бытие». 27 глава. 28 стих. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином набратьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, приклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословены. На самом деле довольно мощное благословение. Согласитесь? Много мощного благословения. И дальше какие события происходят? Какви события се случват след това? Приходит Исаф. Идва Исаф. С надеждой, что получи такое же благословение. Даже не такое же, а это благословение. Исаак ему говорит извини. Исаак ему казва извинявай. Думите вече са били казани. Благословение, которое для первенца уже произнесено. Благословение за първия син вече било казано, и аз нищо не мога да направя. Исаф очень расстроился, плакал. Говорил, неужели для тебя не осталось для меня благословение? И Сап много се натяжил, Той е плакал и попитал, дали няма други благословения за мен. За нас как по-трудно пак да го повторяш, да добавиш нещо. Пусть два благословенных будут. Нека да будат два благословения. Но нет, что самое интересное, вся суть и сущность благословения и идея, в которую вложил Отец эти слова, на тези думи, които е вложил бащата, че не е възможно този смисъл да бъде вложен в другите думи. И да се очаква повторящися резултат. Да, Исаак благословил Исаава тоже, но чуть меньшим благословением. Так, что даже Исаав расстроился и возненавидел своего брата. И сказал, когда умрет Отец наш, я убью Иакова. Но что бы он ни задумал, слова, которые сказал Отец Иакову, думите, които каза бащата на Иаков, было сказано, что ему поклонятся все братья. Той каза, что все братья ще ему се поклонят. И в целом, сколько бы Исаав не стремился его убить, у него ничего не получится. И колкото Исаав да се стреми да го уби, няма да ему се получи. Дальше, Иаков, когда уже у него были свои дети. По на тата, когато Иаков вече има свои деца. Двенадцать сыновей у него было. То имал дванайся сыновей. Он также в конце жизни благословил каждого из них. То и в край на живота си благословил всеки един у тях. И все слова, которые он им сказал, они в точности избылись. И всички думи, които е казал, те са се избыднали. Можно сказать, что это было пророческое слово. Можно сказать, что это было пророческое слово. Да, это так. Да, это так. Но весь смысл в том, что слова, которые были сказаны, они имели силу. Хочу привести еще один пример интересный. Уже из современности. Кто-нибудь знает про Томаса Эдисона? Знает ли за Томаса Эдисона? Возможно, слышали его историю. Сигурно сте чували за неговата история, но, может быть, не всички сте чували. Да, если вкратце, то Томаса Эдисона в начале своей жизни, он немножко отставал в учебе. Томаса Эдисона в началото на живота си, той изоставал в ученито. Да, он был трудным учеником. И однажды он принес домой письмо из школы. Той был труден ученик. И един день той донесал письмо от училището. Ну и дал матери. И го е дал на майка си. Мать вслух прочитала это письмо. И майка му е прочела твое письмо на глаз. Да, и там было написано. Ваш сын гений. Ваше сын е гений. Эта школа слишком мала для него, и у нас нет учителей, которые могли бы его учить. Твое училище е малко за него, и нямаме учители, които би могли да го обучават. Пожалуйста, учите его сами. Ну и Томас остался дома на домашнем обучении. И Томас е останал в къщи да се изучава от майка си. Так как он слышал слова, которые были написаны в письме, он очень усердно начал учиться дома. Когато е чул тези думи в письмото, той много старателно е почнал да се уча в къщи. И впоследствии он стал величайшим изобретателем в истории. Когда Эдисон стал взрослым, он нашел то самое письмо из школы. И он прочитал и узнал правду. В этом письме на самом деле было написано, что Томас умственно отстал. И школа не может обучать его. В своем дневнике впоследствии Томас Эдисон написал. Томас Эльва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря героической матери, он стал одним из величайших гениев своего века. Эта история нам наглядно иллюстрирует, как слова могут изменять жизни людей. Таза история не показывает, как думать и могут да променять животите на хората. Следующее место писания, которое я хочу прочитать. Это притча, 15 глава, 4 стих. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный сокрушение духа. Вдумайтесь просто в эту мудрость. Т.е. здесь сопоставляется кротость и необузданность. Т.е. здесь сопоставляется кротость и непослушание. И кроткий язык сравнивается с древом жизни. Я думаю, все знают, что в Удомском саду было посажено древо жизни, которое должно было давать вечную жизнь людям. А составляющая жизни, их три, я думаю, все знают. Дух, душа и тело. Соответственно, мы можем сделать вывод, что наши слова влияют и на дух, и на душу, и на тело. И когда все три составляющие здоровы, то наша жизнь, она так же прекрасна. Но когда наш язык, он неподконтрольный, не нам, соответственно, мы, как дети Божьи, и не Бога, он неподконтрольный. Бог все равно не контролирует языка ни. То он становится подконтрольным тому, кого цель украсть, убить и погубить. Такова язык е подконтрол на този, който иска да погуби, да открадне и да уби. И как в этом тексте сказано, необузданный язык – это сокрушение духа. И как в този текст, в притча 15 глава 4 стих, пише, че този язык, който… Да, непослушен. Непослушен, не контролирует язык, той е сокрушаванен духа. Ну, хорошо. Пусть будет так, да. Ну, в целом все правильно, да. Соответственно, слова, которые сказаны таким языком, они наш дух стремят к сокрушению, к смерти. И думите, които са казаны с този язык, тогава те повлияват на духа ни и го сокрушават, и го насочват към смертта. Многие люди думают, что их жизнь зависит от того, что они созидают своими собственными руками. Они строят жизнь деньгами, с нечто другом, от материални нечто. Но на самом деле самый большой строитель – это в нашей жизни, в отношениях, в бизнесе, в служении, в всех сферах. Это твой язык. И слова, которые он произносит. Мы часто, наверное, слышим, да и сами говорим. В разных ситуациях. Вот если бы я был богат, у меня были бы деньги. Аку бих бил богат, аку бих имал пари. И был бы красив или красиво. Аку бих бил хубав, красив. Сильный, мудрый. Силен. Я бы вообще там многого достиг. В чате, например, много в живота себе. А так я нищий, страшный, слабый, тупой. Обаче, всуществу, но сам беден, глупав, некрасив. Поэтому у меня как-то все плохо в жизни. Из-за этого всичко лоша в мое живот. Понятное дело, я утрирую, но мы… Разбирайся, че аз ногу в крайностку указывал. Я думаю, вы замечали за собой. Сигурносты заболязвали в такие ситуации. Что это, если не… Можно сказать проклятие даже. Това можно скажет, че проклятие. Когда мы говорим это в свой адрес. Глад указываем това в нас за себеси. Даже если мы не вкладываем какую-то стопроцентную серьезность. Дури, аку не влага мая стопроцентна серьезность в това. Но наши слова, они имеют силу. Наши думи имат силу. И они действуют на нашу жизнь. Те действуют вверху нашей животе. На жизнь наших детей. Наших друзей и нашего окружения. Как часто мы слышали. И даже я за собой замечаю, что вот. Ну да, моя мама. У нее были проблемы со зрением. Вот, видимо, и у меня зрение не очень. И, наверное, у моих детей будет не очень. И у их детей. Короче, проклятие наговорил. Не жили богато и нечего начинать. Не сме, не сме живели богато и няма за что да почваме. За что да почваме да живеем богато. Хорошо. Без проблем. Нямам проблем. Да. Слово сказано будет сделано. Думата е казана, ще бъде направено. В Африке, еще один пример расскажу. Продавался один дом. В Африке се продавала една кышта. И одна семья купила этот дом. Едно семейство купило и купило тази кышта. И они заметили, что у них в жизни начались какие-то перемены. В негативную сторону. Те се забелязвали, че живот им е започнал да се променя в лоша посока. Просто работа перестала работатся как надо. Дети стали болеть. На работе имам проблеми. Децата вече се разболяват по честу. В общем, ничего хорошего. Ничто доброе. И потом, впоследствии, как оказалось, на этот дом было наложено проклятие. Обаче после се указывало, че тази кышта е била прокылната. К сожалению, в Африке там это распространенная практика. За жалость в Африке това е много распространено. Проклятие было на 15 лет наложено. Проклятие то било направлено за 15 години. А дом был куплен на 9 год. А кышта е била закуплена на 9 година. Соответственно, ждать еще 6 лет как-то не очень хотелось хозяеву. Соответственно, дачака то, что 6 години не искаха дачака то, что. И он пошел искать решение проблемы к другому колдуну. И той утили при друг черудей, маг, шаман, да търси решение на проблемы. Он сказал, да, без проблем, сейчас все сделаем. И той казал, нямам проблем и всичко, что направим сега. В общем, человек отдал все деньги туда. Человек отдал все деньги на този человек. Но ничего не изменилось. Обаче нищо не се управило. В последствии в поисках он пришел в церковь. И вече в своето търсене той дошел на церковь. Расказал эту историю. Расказал и тази история. И пастор ему говорит, да, такое бывает. Но в Христе Иисусе. Мы можем прийти и нейтрализовать, и разрушить эти все проклятия. Они пришли домой. И просто провозгласили именем Иисуса Христа все проклятия. и просто сказали в имято на Иисус Христос всичките проклятия да будут разрушены. И вместо проклятия в этом доме будет благословение и процветание. И с того дня все исчезло. И от он за день всичко исчезло. И все наладилось. Я думаю, все мы знаем, даже пастор наш Геннадий говорил о родовых проклятиях. Месляча всички знаем и наш пастор указывал за родовитые проклятия. Что это действительно имеющее силу явление. Читовое явление имя силу. И зачастую мы даже можем не знать о том, что наши предки, наши прародители делали и какие проклятия на них лежат. Частую не знаем, как его начали прийти, прародители, как его соправили и как его проклятие имя в наши роды. Но слава Богу, что мы имеем Иисуса Христа. Слава Богу за Бога. Че имя Иисуса Христа. Слава Бога за Бог. Да. И хочу прочитать для вдохновения. И за вдохновение есть кому-то прочитать? Филиппийцам 2 глава, с 9 по 11 стих. Филиппиане 2 глава, удавите до 11 стих. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Я думаю, что это чудесное место. Мисля, что это чудесное место. Где сказано, что имя Иисуса Христа, оно выше всякого имени, всякого языка, всякого слова. И сила, которая вскрыта в имени Иисуса Христа, она превозносится, она выше на таблину, над любой силой любого слова сказанного человека. И че сила на Иисус Христос, на Неговото имя и Тя, все превозносится над другими именами, над другими силами. Соответственно, в нашей власти именем Иисуса Христа запрещать всяким проклятием, всяким словам, сказанным в наш адрес или в адрес нашей семьи. В имя Иисуса Христа можем да заброняваме на всички лоши думи, думи, какое-то заказание в наш адрес. Поэтому я бы хотел, чтобы, возможно, мы задумались о тех словах, которые мы когда-то говорили в адрес своих детей, своего мужа, жены. Искам да се замислим, о какви думи сме казали на своя муж, на своите деца. И именем Иисуса Христа, чтобы мы разрушили эти проклятия, которые мы своим языком сказали. И нека в имя Иисуса Христос да разрушим тези проклятия, които би могли да кажем ние. Как часто бувает ситуация, когда мы в гневе или в каком-то таком расстроенном состоянии. Как часто когато ние се ядосваме или се расстроиваме. Можем слышать в свой адрес нелесные слова и даже слова проклятия. Можем я там тебя не люблю или да ты меня не любишь. Да, може меня кое бил много доста на жена и казал а сообще не тебя убичам или ты не меня убичаш. Да, проходит какое-то время, человек осознает это и просит прощения. Но вот этот промежуток времени, который он был, эти слова они витали во Вселенной, так скажем. они имели силу. А возможно кто-то вообще не посчитал нужным извиниться за такие слова и попросить прощения у человека. Или когда мы своим детям говорим какие-то нелесные слова как они что-то не получается там что-то он разбил или что-то он испортил. что-то такое неумеха откуда у тебя руки растут и так далее. И потом мы смотрим а действительно что-то с руками у него происходит. Поэтому пожалуйста просто задумайтесь о том что вы когда-либо говорили. Подойдите к этому человеку попросите у него прощения. Скажи я отменяю аннулирую просто все слова которые я сказал в твою адрес именем Иисуса Христоса. Еще последнее местописание интересное. Последнее место от Библии интересное. Это Колоссянам 4 глава 6 стих. Колоссян 4 глава 6 стих. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью дабы вы знали как отвечать каждому. Это в синодальном переводе а в современном переводе очень интересно тоже сказано. В современном переводе звучи по-друг по-друге Слово ваше да будет всегда с благодатью, пусть ваша беседа будет всегда приятна и остроумна и пусть для каждого у вас найдется нужный ответ. Нека ваша разговор да бъде винаги приятен и остроумен и нека за всеки да се намери правилен отговор. Оказывается, остроумие и приправленная солью слова или речь – это синонимы. И думите с сол и остроумие – това са синоними. Остроумие – это не значит, что мы можем как-то так очень красиво подкалывать друг друга. Това не означава да можем така красиво да се шагуваме. Да, это своего рода тоже остроумие, но немножко в негативном, возможно, формате. Да, но остроумие и приправленная солью слова – это означает, что слова, которые они могут лечить, они могут улучшать вкус на то, что ты говоришь, потому что соль мы знаем, это и консервант, и усилитель вкуса. И, соответственно, слова, которые мы говорим, приправленные в этим всем, взвешенные, остроумные, они будут в назидание людям. Я знаю один случай, когда на предприятии, он был один из начальников, мастеров, и он заметил, что один из работников, он работает, но недостаточно продуктивно. И вместо того, чтобы прийти, его как-то ругать, мотивировать из такой негативной позиции, он просто ему сказал, что ты молодец. Просто работай дальше, хорошо. И эти слова сделали работу силу. Человек стал просто с желанием работать. А остальные сотрудники увидели такую ситуацию, им тоже захотелось получить какую-то похвалу, и они так же стали. А они так же стали замотивированы и стали лучше работать. Добрая дума, которое ты скажешь человеку, возможно, полностью и в корне изменит его жизнь. Поэтому я желаю вам, чтобы наши слова, они всегда были взвешены, приправлены солью. Зато искам, да и пожелаю, наши думы, винаги, да будут обмислены, да будут подсолени. Для этого самое главное. Мы же здесь уже все христиане, с Богом, возможно, кто-то еще на пути к этому. Возможно, още някое попыти. И самый простой способ для того, чтобы наши слова, они были именно вот такие приправлены солью, лесный начин думите ни, да бъдат подсолени. И несли добро. И да носят добро. Это чтобы они исходили из нашего сердца. Това е те да бъдат от нашето сердце. А чтобы они исходили из сердца, наше сердце должно принадлежать кому? А те да идват от нашето сердце, сердцето ни трябва да принадлежи на кой? Правильно, Богу. На Бог. И наполнено оно было Богом. И да бъде исполнено с Бог. И потому что, как сказано, от избытка сердца говорят уста. Като казано, че от избытка на сердцето говорят устата. И если наше сердце наполнено любовью Божия. Ако нашето сердце е исполнено с Божията любов. Оно просто отдана в власть Бога. Ако то е под властта на Бог. То Иисус Христос и Его име, оно может действовать через нашество. Такова Иисус Христос и Неговото име может действовать через нас. Я очень надеюсь, что никого не обидел. Да, потому что в первую очередь я говорю эти слова себе. Потому что я часто замечаю за собой, что ни бодрствую там, ни в семье, ни с детьми, ни даже на работе. Да, возможно, если кого-то слова ме обидел, когда-то простите меня, пожалуйста. Да, пусть нам Бог поможет, чтобы наши слова, они были, как цветы, красивые, они вкусно пахли, и действовали в нашей жизни силою Божьей. И да действует в наше живот через Божья эта сила. Аминь.